Тест и дроп обновился и стал еще лучше! Новые кейсы в ограниченной серии, компендиумы в дроп-листах, новая валюта и сочные еженедельные призы для топ-игроков. Присоединяйся! По ссылке в описании тебя ждет бесплатный кейс за регистрацию и халявные скины внутри. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в нашем выпуске топовый игрок на Хускаре. Приятного вам просмотра! Это будет мясо! Потому что на Хускаре игры всегда быстрые, как правило. Ну чистая вода Рубилова, как правило, постоянно убийства всякие, зарубы происходят. Поэтому это будет интересно с точки зрения того, чтобы это посмотреть. Ну так, стигра, тут бюсмастера заберут. Фризла дарили для Рики Мару и это ромящий гирокоптер. Я так понимаю, что это вообще странно, конечно. Не знаю, не знаю. А, ну это да была вместе с гирокоптером в Харде сейчас так делают. Отправляют какого-то керечев также в топ. Кусик плюс Рики Мару на лане против Биста и Пуджа. На самом деле достаточно легкая линия, если есть нормальный саппорт, а не Рики, а но тут, к сожалению, получилось, что Рики в легкой. Ну и что они могут подъявить Хускару? Вначале нужно давить прям со старта, потому что Хускара всего лишь единица армора. Будет легко как Пуджа. Пуджа, к сожалению, мимо. И тут, слушай. Очень опасно. Ой, давишь, вот что ты, что ты так сильно давишь. А если бы он еще одну тычку дал бы по Хускару, то, скорее всего, убил бы. Но, к сожалению, не хватило. Хускара 0 армора, Бистмастер постоянно накидывает топоры. Он много от топоров, потому что они физой бьют. Вот. И настакивается именно дэмэдж в дальнейшем сруки от топоров. И, соответственно, пусть их будет страдать, но как-то патч странно сыграл. Нужно было помочь все-таки Бисту. Можно было в упор подойти и к упор завязать. Тут, блин, на самом деле тяжело попадать, когда тебя видят Хуком. Ну, пусть выиграет, значит, позиционка получше. Да, вот с позиционкой, да. Вот тут, конечно, может быть, какое-то другое место нужно было остановиться. На самом деле, Ace давно у меня в памяти отложился, как игрок профессиональный. Он в Секретах играет уже примерно год. И, знаешь, ему часто пикают просто таких странных героев. Да, я, кстати, не сказал. Это игрок Ace из команды Секрет. Играет сейчас на Хускаре. Он же является топовым игроком сейчас по дотабапу. Что там? Хуки. Хуки летают, топоры летают. Рубилово мясо. Вот. И он играет на всяких мипарях. Он играет на лот-друидах, на визажах. То есть, игрок с хорошим личным скиллом, микроконтролем. Вот. Ну и товарищ Хускар в его пуле тоже. Слушай, мне вот интересно. Каждый раз, когда мы записывали Хускара, были разные билды. Кто-то раскачивает талант именно вот так. Кто-то по-другому. И кто-то собирает масочку. Кто-то сразу идет волейбарду. Мне интересно, что сделает именно этот Хускар. Ну, мне тоже очень интересно смотреть эту игру. На данный момент лучший Хускар, который мы обозревали, это был Папарацци. Как ни странно. Он реально очень крутую игру показал. Она у нас есть на канале. Вы можете ее посмотреть. Реально очень крутую игру показал. И мне вот интересно будет посмотреть на контраст. Между этими двумя игроками. Ну да. Кстати говоря, рейтинг у них приблизительно одинаковый. Единственное различие, что они играют на разных регионах. По-моему, Ace играет в Европе. А Папарацци играет в Китае. В Китае. На китайский. В Севере. Вот. И тут, возможно, Пудж может умереть. Потому что стрела второго левела и тычка долетается. Таки да. Много урона от огня. И Пудж не имеет абсолютно армора. Он не купил себе щиток в Харду. Чтобы размениваться. Был бы щиток, возможно, бы и выжил бы. Вот. Это просто булочка. Ну все. В принципе, вот сейчас уже становится понятно, что это линия для Хускара. Такая вот полуфри. Он докупит сейчас себе еще шлемы Fire Unveil. Для армора, для Хаприена. Ну вот, кстати, Винд Лэнс на линии, на Падже. Прям вообще максимально плохо. Лучше взять щиток. Вот я пришел к какому-то заключению. Часто играю на Пудж. И если ты стоишь на линии, то прям щиточек ощутимо лучше заходит. Ну да. Если ты китаешься сражеским героем. Кусик бьет часто, бьет быстро. И щиток, если будет блокировать, то будет очень даже неплохо. Кроме того, хочется заметить, что он себе вообще брасер принес. Брасер стеки. Интересно. Да. Интересно. Брасер просто, видимо, для плотности. У него теперь тысяча хп. И возможно, на этой плотности Хускару и не хватает на линии, чтобы нормально стоять, чтобы не умирать. Кто знает. Плюс брасер дает немножко статов по мане. Как мы знаем, у Хусика слишком мало маны. Уж пытается выцеливать. Хускар, я думаю, что все равно не попадет. Паджаку не берет просто в этой игре. Вот интересно, что он на пятом левеле возьмет. Возьмет ли он хилл двойку или все-таки он стрелы будет, Макс? Интересно. Стрелы, наверное. Хилл двойку мало коберет. Я даже не помню. По-моему, даже повраться не брал хилл двойку. Не вспомню. Не вспомню, как он прокачивался сейчас. Давненько это было. Он тоже прям Максилл. И уже денежка есть на Айронвилл-шлем. Я думаю, что по дефолту сейчас будет Тормлет, потом, возможно, какая-то ПТ-шка. Но потом будем наблюдать. Хускар от Папрация, он, по-моему, основывался на Солд-ринге. То есть он вязает Солд-ринг, потом вязает на себя хилл. Солд-ринг очень хороша. Мы убедились еще в той игре, что Солд-ринг пусть он быстро сильно и бассейнен. Да, Солд-ринг реально очень круто зашел. Вот как раз таки хилл стоит 140, Солд-ринг отнимает. 150 хп дает 150 маны. Хороша этом, в принципе. Вот. Будем посмотреть, как это будет решать проблему с мной. Кстати говоря, побораться еще в той игре, купил себе Блинк. Потому что во вражеской команде был снайпер и у кого-то еще один герой, который требовал быстрого, быстрого вольва в него. Поэтому Блинк в той игре был хорош. Не стали давить, потому что у бейсмастера достаточно большой, ему спит. 316 единиц. 358 единиц без тучки реки Моро. Очень быстрый герой. Пока прям вообще все шикарно опуска и дает хилл на реки. Они могли задавить этот лайн, потому что он путь бейсмастер, конечно, не самая сильная линия, но все же, если бы пару раз бывал бы хуком, не умерли бы на ферзблат, то возможно все было бы по-другому, но тем временем Пуджи реализовал себя в миде, пухнул не варя, и его забрал Боник. Вот не знаю, по сути, и один и второй герой, Боник и Хускар, хороши против друг друга, потому что оба бьют физу, оба могут друг друга смять, но в принципе, мне кажется, Боник немножко получше. Ты можешь собрать себе быстро МКБ, SolarCrest и цеплять Хускаря с каким-то станом. Вот, и Пусик умирает по КД. Слишком много физы, как раз таки, то, чего и боится Хускар. Тут уже Рики начинает подфармливать на лайн. Тут Рики, видимо, попросил. На что-то ему, видимо, не хватает, что-то он хочет приобрести. На фрезы. Потому что там и Энштов, точнее, крипов этих листных подбил. И Рики, Залас Хитил, попросил просто. Видимо, да. Ну, фрезы, конечно, нужны. Хотя бы какой-то дефолтный разгон. И патч снова тетнулся на бот. С бисмастером стоят, пытаются как-то развести Хускара. Но не уже есть ультимативные способности. Уже совсем скоро будет именно 7-й левел. Тогда уже стрелы будут дамажить очень сильно. Будет ли он их брать в четверку. Видел части, что берут армлет уже готово. Почти. Да. Не знаю, он его, в принципе, не убьет с армлетом. Хил хоть и виничку, но все равно хапореген есть достаточно большой. Там хил родной плюс бонус атрибута. Чем больше силы, тем больше, соответственно, реген будет. Армлет имеется. Сейчас стоит просто, наверное, пушить тавр. Как только появляется армлет, в принципе, у Хускара одна задача, это пушить лайн. Если ты понимаешь, что тебе в игре просто обязательно собрать элебарду, то ты стараешься лесочек подбивать, стараешься чуть больше вывести с линии, а потом только ломать тавр. Кстати говоря, Хускар одиннадцатих героев, которые могут вот именно на 10-ой минуте уже бегать, там убивать героев. Поэтому стоит заметить, что телепорт нужно оставлять, чтобы, допустим, тэпнуться сейчас на топ, чтобы тэпнуться на мид. Но опять же, вышка по приоритету она, наверное, главнее. Лучше снести, чтобы не терять время. А потом уже выйти на другой тавер, помочь еще тиммейтам и забрать Рошана. Ой, ой, выход от Боника, и Боник убивает. Ромлет он не нажимает. Такие дела. Есть маленькая фича на Пускаре. Ты ульту нажал, тебе нужно аромлет после ульты кликнуть. То есть, как сама ульта прошла. Ничего банально не включится. Так что, вот такие вот дела. Мить, у него та же проблемка произошла. Возможно, он просто АФК шел, не ожидал. Да, просто, ну да. Всякая же бывает. Мы же не знаем, что происходит. Может, в этот момент кто-то что-то говорила и он это слушал или там еще что-то. Может, он вообще стримил в этот момент и надо донатат отвечал. Кто знает, как оно было на самом деле. Ну да. Но, опять же, все это, конечно, хорошо оправдывать игрока, но ошибочка была. Он мог выжить. Возможно, он мог даже убить, потому что стрейфа у Клингса заканчивался. Адекспида без стрейфа практически нет. И стрейф еще был 2 лаван. То есть, на самом деле, можно было выжить в степище нажать. Всем попросить все сделал. тем временем, выходит он в стол, делают там фракт на эмбрии и сейчас будут пушить тавер. До пуши, не наконец-то. Восьмой лавел. По талантам Ухускара очень сочные таланты и пока что 10-го лавела нет, но я думаю, что будет все-таки выбран талант на здоровье, как мне кажется. Хотя и талант на урон очень хороший. Я не знаю, и игра на Хускаре. Но талант у него реально очень крутые. И вампиризм есть. Я тоже не игрок на Хускаре. Кстати, вспомнилась мне как папарацци еще красиво. С помощью ультимейта улетал и в этот момент доджо, ну, точнее, я бабузил армалет. Это было очень красиво. Будет ли пользоваться этой фишкой этот игрок? Не знаю, посмотрим. Ну да. Будем надеяться. Будем надеяться за хорошей игрой. Всегда приятно посмотреть. Пока что непонятно ничего. По карте игра достаточно активна. За 11 минут они сделали 18 фрагов. И на самом деле мне кажется, что эта игра будет быстрой по нескольким факторам. Во-первых, с одной стороны мифа Хускар, то есть герой ранней доминации. С другой стороны Бестмастер и Клинкс, которые при желании, при хорошем фарме могут просто стереть врагов. И хагрант будет летать очень быстро. С суммонами, с их атак спидом. Да, здесь пики неплохие с одной и другой стороны. В принципе. Будет не интересно понаблюдать. Ой-ой-ой, я задушула. Говорится игра не в одну калитку, как обычно бывает, что иногда игры проигрываются еще до их начала. На просто пике. На стадии пика. какие-то. Эмбер пикнул, видимо, против мифаря. Эмбер сейчас через бф, это ужаснейший билд. Нельзя собирать через бф. Потому что тут активное. Тебе нужно купить ПТ-шечку обязательно, тебе нужно купить Мелл Штром, чтобы драться. Потом обязательно сейф айтем. Трипл килл. Блинкс. Интересно. Оформил. Как же это сочно. Получить трипл килл. Тем временем Эйс стоит на топе. Не знаю, нужно быть сейчас поаккуратнее, потому что он увидел, что в видео умерло нескольких героев. Слушай, сейчас ты этого, наверное, не видишь, но я это вижу. идут. Броник захотел убить. А Броник умер. Получится ли? Броник. да, должен. Да, уж на бузеторм лет, Броника убивают. Ну, так это должно было произойти в прошлый раз. Если бы он не провтыкал. На самом деле, да. Потому что анимация так у Боника довольно долгая и в этот промежуток довольно комфортно армлетом играться. Плюс он по красоте сейчас сделал, тычь, когда летела, чтобы успеть выключить и включить армлет, он отошел чуть-чуть назад, стрельфовался, выключил, включил, чтобы наверняка, то есть дистанцию увеличил между собой Боником, чтобы было больше времени обузить армлет перестраховался. Вот и убил его. В принципе, легкий фраг на самом деле. Хускар в этой игре армлет просто мастхэв, так же, как алебарда. Алебарда увешивается на Боника и уже он тебе не может так бить. То есть, что нужно делать? Можно сейчас бестмастер вместе с Пуджом и Клингсом как-то выходить и искать Хускара. Вот именно вдвоем-троем они его будут забирать все равно без проблем. Два контроля, у Боника есть дезолятор, то есть очень много физы. И как мне кажется, Бонику в этой игре стоило собрать себе какой-то Солар Крест. Да, ты как бы о нем подумал, сколько я субчат отлично бы зашел. Там же у Солара очень много приколюх. Он и бафает у тебя по мани, Буар Мору. Ускара будет промахиваться, а ты будешь попадать. В неприятную ситуацию. Сейчас встрял хорошая точка от реки не дает путь Ускара и убили быстро Паджика. Паджика от Ускара быстро очень разлетается. У ПЖА тоже армура не имеется. Ну, кто-то хочет подпитать на Рошама. Прекидает Вижен. Есть Вижен на Бестмастера. Кидаются топоры. Я думаю, что Ускара дальше дотончит Рошама. Ой, баш. Ой, баш. И тут же находят Боника. Вот и подъехала Алибарда. Ой, ой. Переключает Термлет. Отлично. В колбит Семки под ее ультой, но ульта, к сожалению, не прошла в этот момент. Ну, к сожалению, для Семки. Да, что Ускара наоборот. Повезло. Ничего себе. Неприятно. Сейчас на топоры встрял. А он нормальный выключил, по-моему. Чуть много дэмэджа было. Либо он был под топорами на стакан. ХЗ, ХЗ. Странно, конечно. Чеза. Гра пауз. Почему пауза ставится? Непонятно. Вроде бы все здесь. Ну, типа забрали Эйсоса Егисом. Видимо, поэтому. Так, ну, что там по надворц? Общий надворц, можно посмотреть. Умскара 9000, тем временем 8000 имеется у Боника 8, почти под 9 тоже. Ну, все очень хорошо. Потому что он так опасен, на самом деле, уходит по вражескому лесу, не имея вижена. И вообще, есть тиммейтов рядом никого нет. Вот сейчас Вики подошел, Но они видели Mipa на боте, по-моему. Да, они видели Mipa на боте. Хз? Хз, не знаю. Его болника плюс один должна убивать сейчас с таким количеством хп. Просто, если не успеть нажать ормлет, даже если успеет, возможно, он умрет все равно тут же без мастер и кого убить рор про распевать нажать забрать бывает ловит рор действительно да и все равно убивая плем нету страну рел плейс и по всему за базу ну и идет на т2 вышку забираю я из будущего пришел так сказать fail best описал что все глаза закрыли бывает и такое бывает 17 16 счет в принципе идут довольно ровно но 8000 преимущества внезапно стало посмотри насколько это действительно много и вот тот самый эмбер посмотри на его над ворс 5300 монет у него просто ничтожно над ворс 19 ков имеется и он пику кстати говоря себе делает набит хорошая пика на husqara в принципе если есть гитару ты если нужно тебе вот как раз таки вот оценки от эмбера отбежать то пожалуйста собирайте пиву потому что тут комбо такая что оценка отдает колбу и тебя будет просто пушку хоть пока да пока у тебя ягиса нет иных грантах затеи не сможешь скорее всего что значит узкая просто 5 убить только убить у ее это может умереть сейчас без мастер скорее всего догорит ну да . сдох пытается откидываться на его смотрю у них по сути от хэграунда есть только путь всем к ну такое поймают убьют за полторы секунды ну и действие преимущество на самом деле как все таки м руинит у него просто 5800 творца меньше чем у вражеского оффлейнера в это очень плохо ему нужно все что нужно это взять по ташку малыш тром в этой игре и как-то дефать husqara бф он в этой игре в может даже не на фармить хотя если на фармит то это будет но супер позднее бф бф там плюс там траву а хотя у него есть 18 минуту ну не так чтобы прям супер плохо но все же ему сейчас нужно немного времени теперь на фармить а вот тускар как раз герой такой сми по которой не даю тебе это время чтобы на фармить с тем блинам босе возможно будет выход мбр улетел улетел просто джей джей я думаю что признается уж и кражина на скане никого не видят начинает бить вышку опоры залетают и успеет ли дотянуться нет не дотягивается но тут наверно уже слишком нагло ну на юрором плюс ульта паджа на здесь летает пангольер который просто сбивает все касты отлично заходят в этом моменте она это и был расчет скорее всего кстати говоря я не понимаю где бой мой не приди возможно если вы бойник был бы на хайграунде вот стоял бы когда его до пуска распокусили в рор и билбус хэграунда то возможно убили бы мой пуш на защиту какаешь того кого-то убить нож дали по ульту ульты еще под раздачу просто попадают все к только приходят пуска ровно просто никто ничего не может сделать будет спать и туда но маму мамы нужно было находиться на хайграунде и как депо не знаю что липу что хорошо хотя у него дизолятором больше достаточно быстро возможно будет продолжать ломать но здесь загуливает конечно сейчас сейчас может умереть на пускаре как раз просто помогает выйти из ринжи ультимейта ты стал мэйдом пускай просто всех убивают его и не могут пробить просто мне убить его не могут убить на бонике нажми салу рина и ультима этот паджа и это хороший шанс чтобы убить но пока еще живет божу как же он живет это шутка она будет снова армлет просто всех убивает реплкилл и до хорош хорош молодец и армлет он завысил два раза по моему это же хорошо герои конечно против вот одни все герои против которого они все умеют играть и как оказывается на высоком рейтинге тоже вот брутка еще наверно каким героям относятся просто разрывая мил бкб какой же ты убил боника очень быстро так фурса помогает опять выйти из ринжи забудь за ромлет накинул пару стрел доломывает барак доломал барак там еще и мид упал и либо короче вообще там нормально все сделал в итоге базы уже практически нету как же он на крополях играет во время сломал оружие без мастера без мастер не может пить но вот откуда умирает чистый урон это наверное самый главный противник хускара тем более чистый рон от спалов то есть ты не можешь задолженности вами сами какими-то собрав алебарду solar типа вот туда допустим по сути против хускара по игре не очень конечно если правильно хускар собирает шмотки он собирает себе тревелал вообще не понимает о чему-то игра как бы и тревелал может изменить свой выбор кристаллис вроде решил убить теперь закуп закуп богатого человека голый тапочек шмотки на кристалле за но и тридцать одна секунда остается до возрождения хускара и финальный заход финальный заход скорее всего да я буду для не ждать рошану потому что даже мне кажется без рошану он просто пойдет и убьет всех главное это успеть на бойника кило телебарда кидаешь на бойника алебарду выигрываешь игру много выписывает за стрейф слушай блин вот недавно смотрел игру где клинкс орчит 0 fire он срок убил себе дезолятор и чем не так понравилось это сборка снова ты вот бьешь просто товара и они так быстро рассыпаются за может блин вернулся к этой сборке может она действительно актуально дезолятор кирасы ты идешь через бутылку ломаешь просто много в этом плюс огромное но у тебя не так много маны как и творче да есть таки делаешь меньше слова фрагов нежели с арчидом но зато какой большой бонусный урон по товарам и файки все равно больше урона потому что будет контроль от тиммейтов будет поддержка в этой игре орчит нет смысла варить потому что мипа потому что хускар тут solar идеально смотрелся мало кто знает но solar понижает количество мясов у врага если мы нажимаем на описание то сейчас скажу если использовать на врага уменьшит его броню на 10 увеличить точность атак по нему на 40 процентов то есть посуде ты часть мясов снимаешь которые есть допустим хускара аливарды вот он был эмбер спирит который умер буквально за секунду как же много эмбер максимально бесполезно смотрится в этой игре сейчас покажется да да ему хотя бы как шоу нужно было сделать чтобы подраться помочь команде нормально рофлят на гадим собирает на хускаре чтобы моментально просто стирать героев поэтому с огромной рейнджи юзает просто ульту и герой умирает слушая по отрывается за кликс уходит на виз за всем покидает колбу ценка выходит глимер ее не могут найти и чё не пойдут на фонтан да не может а почему нет но последний барак тогда ломаете ребят там уже идите однако сами парень и позанялся этим вопросом кстати не по чуть не умер между прочим амира умер от вышки не успел на сайт верил кинуть да он был материал еще потратил в стрейфбой да кто-то от кого-то и ты делал еще полетел а у гирокоптера это хотел засевить немножко не успел тесных обратно с парома просто я драться со всеми во время пик он нажал во время рора это минус бессмайсер будет за секунду буквально он просто умирает имейт гирокоптера просто уже отправляется на уражеский фонтан 3 900 вот так вот да жестко им нужно будет побить наверное но это реал кинули на хусиках выжил нормально выживает ну что время собрать баунтеру на двадцать пятая минута ребята сыграть на самом деле в баунтеру нами в каждой игре просто все рутся до соберут и баунтеру на типа очень важно для команды там уже за дала вы сможешь собирать баунтеру мы под боджо интересная комбо прыгнул с ульт и откинулся пикой и настреливаешь и при этом еще за доджо лоб протос да а то за доджо ультимейтом слушая ведь ульта тут офигенно крутая ты должен половину сплав которые есть у врагов с огнем перезарядка со скептером всего четыре секунды и колба cм ки в которой ты по сути не можешь убить руты эндер спиритов которых не можешь двигаться не ведь абсолютно бесполезно посмотри он просто сбрасывает и рубить всех живи он живет а чё с рамлетом хочу с рамлетом то он его не выключил он же мог выжить вроде как у него еще стеки были но он байбак и кажется в шоке сам был он просто был шаги он таскать принял удар на себя нет байба колбойника там уже без шансов вообще чтобы это сделать в этой игре просто изнасилование врагов ну и игра на этом заканчивается все враги в таверне и трон падает прикольная комбайн неплохой игрок фановая такая чистока . ну на фоне тех которые мы выпускали это будет такое знаешь развлечение небольшая легенькая неплохо с ультимейтом и пикой это интересное интересное решение тем более против пуза и без мастера это смотрится реально неплохо ладно это был у нас хускарыч спасибо всем за просмотр всем пока пока